Добрый день, дорогие участники турнира, отчетные гости и все любители сюда! Открылись соревнования красочной церемонии. Зрителям показали эффектный ролик о Московской области и всех территориях России, участников первенства, а также несколько танцевальных номеров. С приветственным словом к участникам и гостям турнира обратились министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, глава Дмитровского округа Илья Поначевный и вице-президент, исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, который огласил приветствие президента Федерации дзюдо России Василия Анисимова. Я уверен, что этот турнир пройдет на одном дыхании. Для нас в Московской области традиционно стало принимать турниры в самом высоком уровне. Я уверен, что все спортсмены, гости получат не только спортивные азаты, спортивные эмоции, но и посмотрят те дозапримечательности, которые богат городской области Дмитров и вся Московская область. И после этого захочется сюда вернуться еще не один раз. Я еще раз вас всем приветствую чистой и хорошей борьбой с праздником. Спасибо. Я рад приветствовать вас здесь, на Дмитровской дзюле. Дмитров первый раз проводит чемпионат России дзюдо. И мы гордимся тем, что мы становимся по праву столицы спорта Московской области. Я хочу пожелать всем, чтобы Дмитров для вас стал успешным городом. Я хочу пожелать вам, как говорят, если бесед раз упал, надо, чтобы вы восемь раз спали. Удачи вам! После открытия состоялись финалы соревнований легковесов. На татами вышли юноши в весе до 46 и 50 килограммов и девушки до 40 и 44 килограммов. С первых поединков борьба была решительной. Однако атлеты предпочитали больше работать в партере, чем бросать из стойки. В весе до 46 килограммов победу праздновал Фаридун Сафаров из Свердловской области, одолевший болевым приемом в финале Даниила Мустафина из Красноярского края. Третье место в категории до 46 килограммов поделили Сейфула Амакаев из Чечни и Магомед Елхароев из Ингушезии. Они взяли верх в малых финалах, соответственно, над Дмитровчанином Иваном Золотовым и Кимом Айропетяном из Свердловской области. Воспитанник с шор-динамо Дмитров Иван Золотов в итоге стал пятым. В категории до 50 килограммов золотую медаль завоевал Игорь Петров из Татарстана. На третью ступень пьедестала почета в этой категории поднялись Максим Егоров-цимбалист из Свердловской области и Герман Кобец из Ставропольского края. По итогам этих соревнований будет составлен состав кандидата сборной команды России по дзюдо, которые будут на следующий год принимать в первенстве Европы среди юношей и девушек. И первая пятерка, которая в каждой весовой категории, они уже будут записаны в этот состав. Не только первенство России, но и разные турниры в честь кого-то, в память кого-то. И даже просто маленькие турнирчики, которые на развитие дзюдо идут, детская юношка. Я думаю, что это очень хороший шаг. Тем более, что есть задача подготовить олимпийских чемпионов, и есть задача подготовить нормальную, здравомыслящую молодежь, которая потом в дальнейшем будет прославлять нашу страну. У девушек схватки были не менее захватывающими. Золото в категории до 40 килограммов завоевала Полина Яковенко из Самарской области. Серебро досталось Лане Филькины из Санкт-Петербурга. Бронзу в категории поделили Любовь Астамирова из Волгоградской области и Элеонора Шорманова из Кабардино-Болгарии. Самой эмоциональной схваткой первого дня первенства, пожалуй, оказался финал в категории до 44 килограммов. За золото сразились санкт-петербургские дзюдоистки из одного клуба Елизавета Хачикова и Софья Афанасьева. Девушки не смогли поставить точку в основное время и уже в голодном скоре получили третье шида. Афанасьева все же уступила победу противнице. Бронзовыми призерами в весе до 44 килограммов стали Виктория Борец из Москвы и Карина Минникаева из Татарстана. Мы плотно готовились к данным соревнованиям. Были сборы, были каждый день утром и вечером тренировки. И было желание. Первое такое огромное достижение. И правда, даже связать предложение очень сложно. Четыре года занимаюсь. Я до этого занималась спортивной гимнастикой 7 лет. И вот перешла на этот вид спорта. Хорошая физическая подготовка мне помогла. Цель идти только вперед. Участвовать на международных соревнованиях. Естественно, с успехами. Представлять страну. Испытала радость очень большую. А ты уже была когда-то ранее в призах на таких соревнованиях? Да. В прошлом году в 40 килограмм я тоже заняла третье место. А о чем ты думала, выходя на татами? Как бы выиграть. У тебя что-то тренер? Как помогал тренер? Что говорил? Она подсказывала мне, как лучше бросить. В последующие дни на татами вышли спортсмены других весовых категорий. Финал в категории до 52 килограммов прошел без оценок. Спортсменка с шординома Дмитров Карина Ехимова, представляющая Московскую область и Республику Саха, и Ангелина Жукова из Канты-Мансийского автономного округа, атаковали друг друга, но тактическое преимущество было на стороне Ехимовой. В итоге три эшида и серебряная медаль Жуковой. Татами один гол за 100.